Сергей Эйзенштейн – советский режиссер театра и кино, художник, сценарист, теоретик искусства, автор фундаментальных работ по теории кинематографа. Широкую известность режиссер получил благодаря картине «Броненосец Потемкин», которая была признана лучшим фильмом всех времен народов на Всемирной выставке в 1958 году. Видеопрезентация Центральной городской библиотеки имени Ломоносова, «Патриарх советского кино», посвящена 125-летию со дня рождения режиссера. Сергей Эйзенштейн родился 22 января 1898 года в Риге. Отец Михаил Осипович происходил из немецко-еврейской семьи, недавно принявшей христианство. Это помогло ему продвигаться по служебной лестнице. В Риге отец был городским архитектором. Мать Юлия Ивановна в девичестве Конецкая, дочь зажиточного купца из Санкт-Петербурга, была младше мужа на несколько лет. Семья жила в достатке, имела прислугу и принимала у себя крупнейших чиновников Риги. Помимо основного образования Эйзенштейн получил в детстве уроки игры на рояле, верховой езды, знал языки, постигал искусство, фотографии, увлекался рисованием комиксов и карикатур. С юных лет он увлекался рисованием, почти все свободное время делал наброски в альбомах. Сергей много читал, был хорошо знаком с европейской литературой. В 11 лет он уже говорил на русском, немецком, французском и английском языках, читал Достоевского, а также Золя и Диккенса в оригинале. Позже, будучи студентом Рижского реального училища, он увлекся математикой и естественными науками. Родители любили своего единственного сына, но, будучи заняты собой, не уделяли ребенку должного внимания. В 1906 году, во время Первой русской революции, семья уехала в Париж. Там Сергей впервые увидел немой короткометражный фильм режиссера Жоржа Мельеса «400 проделок дьявола» в кинотеатре на бульваре Дес Итальен. На следующий год, в 1907 году, 9-летним мальчиком Сергей поступил в Рижское реальное училище. Родители разошлись, и с 1912 года Сергей остался с отцом, а мать еще с 1908 года жила в Петербурге и играла на бирже. Сын навещал ее и бабушку в Петербурге на Пасху Рождество и проводил с матерью каникулы. Отец готовил сына к будущему архитектора. Сергей Изенштейн вспоминал свое детство как время печали и не гордился своим непролетарским происхождением. В 1915 году по совету отца Сергей поступил в Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге. Там, в 1917-м, его застала революция. Сергей Изенштейн стал сторонником советской власти. Отец же его, Михаил Осипович, придерживался открытых монархических взглядов до и после большевистской революции. Как опытного и даже квалифицированного инженера Сергея направили Гатчину, Псков, Вожигу, Великие Луки, Холм и Двинск, где он занимался возведением мостов и защитных креплений. Впервые в жизни Изенштейну пришлось столкнуться с жестокой реальностью. На службе он прошел путь от телефониста до помощника младшего прораба. Был техником-строителем, сапером и участвовал в самодеятельности, работал художником-декоратором, актером и режиссером. В 1920 году на Минском фронте Сергей познакомился с преподавателем японского языка. Незнакомый язык настолько его увлек, что он решил стать переводчиком с японского и поступить на отделение восточных языков Академии Генерального штаба. Впоследствии изучение японского языка помогло потом, по словам режиссера, а разобраться ему в природе монтажа. В 1921 Сергей Изенштейн поступил в государственно высшие мастерские, где их тогда возглавлял режиссер Псевалт Мейрхольд. Нигде перемены не ощущались так остро, как в театре. Через некоторое время будущий режиссер оставил японский и устроился художником-декоратором в труппу первого рабочего театра Пролиткульта. Под эгидой Пролиткульта Изенштейн смог совершить свой первый значительный шаг в театре. Там он оформил спектакль Валентина Смышляева «Мексиканец» по произведению Джека Лондона. В то время молодой режиссер говорил, что готов создавать декорации и ставить спектакли лишь для того, чтобы получше узнать театр, а потом разрушить его. Он стал сторонником революционного искусства. 8 мая 1921 года в первом рабочем театре Пролиткульта прошла премьера спектакля «Мудрец» по пьесе Островского «На всякого мудреса довольно простоты» в постановке Сергея Изенштейна. Действие разыгрывалось группой клоунов. Классическое произведение режиссер превратил монтаж аттракционов. Это понятие Изенштейн придумал сам. Аттракционом он называл все, что способствовало подвергнуть зрителям чувственным воздействием, а монтажом соединения различных аттракционов. Сцена превратилась в цирковой манеж. Актеры танцевали на головами зрителей на тросе. От пьесы Островского остались только имена героев. Среди аттракционов была небольшая киновставка «Нени Глумова». Это первая кинематографическая работа Изенштейна. В 1925 году Изенштейн задумал цикл фильмов «От подполья в диктатуре», состоящий из нескольких фильмов. Первый «Женева Россия», второй «Подполье», третий фильм «Первое мая», четвертый «1905 год», пятый «Стачка», шестой фильм «Тюрьмы, бунты, побеги», седьмой «Октябрь». Из этой энциклопедии революционного движения была реализована только одна часть «Стачка», вышедшая на экраны 28 апреля того же 1925 года. В ней начинающий кинорежиссер решил ряд экспериментальных художественных задач. Строил композицию как цель сильно воздействующих на зрителя аттракционов. Искал кинематографические метафоры, новые монтажные построения, острые и необычные ракурсы. «Стачку» называли революционным инноваторским фильмом, но в то же время критиковали за усложненность киноязыка. Кинематографист опробовал изобретенный метод монтажа аттракционов и снял выступление Льва Троцкого на семитысячном митинге. В декабре цензура одобрила ренту, а еще в ноябре Троцкий впал в немилость. От режиссера ждали немедленные переделки фильма, но он не спешил. За это Эйзина, как его называли друзья и коллеги, изгнали с пролеткульта. Урок от советской власти Сергей Эйзинштейн не усвоил. Он и дальше не спешил перекраивать снятые фильмы в угоду цензуре. 1925-й, несмотря на передряги, стал для Эйзинштейна триумфальным. Режиссер снял свой главный киношедевр – картину «Броненосец Потемкин». История о бунте на корабле основана на реальных событиях. Сергей Михайлович лишь эмоционально усилил факты. Съемки велись на месте исторических событий и в Москве, и в Одессе, на старом броненосце «12 апостолов», служившем к тому времени складом боеприпасов. «Броненосец Потемкин» имел большой успех. Картина оказалась настолько мощной энергетически, что ее долго не решались показывать на Западе. Во Франции «Броненосец Потемкин» вышел только в 1953 году, а в Японии – в 1959. «Броненосец Потемкин» не раз признавали лучшим фильмом по итогам опросов зрителей, кинорежиссеров и критиков. В это время Эйзинштейн женился на киножурналистке «Переоташевый» Перл Фагельман. В 1926 году Эйзинштейн вошел в предколлегию ежемесячного журнала «АРК Киножурнал», орган Ассоциации революционной кинематографии. В 1927 году по поручению правительства Эйзинштейн и его ученик Григорий Александров и оператор Эдуард Кисе приступили к работе над юбилейным фильмом, посвященным десятилетию октября. В фильме «Октябрь» Эйзинштейн снял штурм зимнего так, что эти кадры стали каноническими и до сих пор используются как документальные. «Октябрь» стал первым художественным фильмом, в котором появился образ Ленина. В прессе живо обсуждали первую в истории кино попытку создать образ Ленина актерскими средствами. Многие, например, Владимир Маяковский, очень резко критиковали рабочего металлургического завода Василия Никандрова, выбранного только за поразительное сходство с «Ждем революции». Поэт отметил полную пустоту и полное отсутствие мысли в образе Ленина. Однако многие кинематографисты и почти все старые большевики, участники революции, положительно оценили фильм из Эйзинштейна «Октябрь». Ради фильма «Октябрь» была приостановлена работа над другой лентой «Генеральная линия» монументальным масштабным киноэпосом о преобразованиях в советской деревне. Агитационный фильм «Экопея». В сентябре 1926 Сергей Эйзинштейн заключил договор Совкино на написание сценария для фильма о социалистическом переустройстве деревни и о проведении съемок с 1 октября 1926 года до 1 февраля 1927 года. Постановка была приостановлена на полгода и только после выпуска «Октября» Сергей Михайлович вновь вернулся к «Генеральной линии». В нем, в этом фильме, Эйзинштейн также стремился выразить научно-политические понятия методом интеллектуального кино, то есть за счет монтажа образов и метафор. Под названием «Старое и новое» фильм вышел на экран 7 ноября 1929 года. Картина документально показала ужасающую нищету и отсталась деревне. Она была подвергнута цензурным переделкам и по личному указанию Сталина. В 1930 году фильм был снят с экранов как идеологически ошибочный. В 1928 году режиссер отправился за границу для освоения звуковой кинотехники. Вместе с актером Григорием Александровым и оператором Эдуардом Тиссе режиссер объездил всю Америку и Европу. Поездку на он использовал для пропаганды советской культуры. Читал лекции и доклады в Цюрихе, Берлине, Гамбурге, Лондоне, Кембридже, Антверпене, Амстердаме, Брюсселе, Париже. В Соединенных Штатах Эйзенштейн заключил контракт с компанией «Пармаунт Пикчис». Планировалась экранизация американской трагедии Теодора Драйзера, но работа не была закончена. Компания отказалась от сценария Эйзенштейна. Позднее режиссер приступил к работе на фильм «Да здравствует Мексика». После того как было отснято 75 тысяч метров пленки, съемки пришлось завершить, так как было отказано в помощи и софинансировали Советским Союзом. Сталин направил Эйзенштейну официальную киграмму с просьбой вернуться домой. В 1932 году Эйзенштейн вернулся в СССР. Все отснятые им киноматериалы остались в Соединенных Штатах. После возвращения в Советский Союз Сергей Эйзенштейн занялся научной и педагогической деятельностью. Его назначили заведующим кафедрой режиссуры Государственного института кинематографии. Ученый составил программу по теории и практике режиссуры, писал статьи. В 1935 году Эйзенштейн получил звание заслуженного действия искусств РСФСР. В 1935 году Сергей Эйзенштейн предпринял несостоявшуюся по идеологическим и цензурным причинам постановкам картины «Бижен Лук», где хотел отразить многообразие процессов, происходивших в деревне на фоне коллективизации. Сюжет опирался на историю Павлика Морозова. 7 марта 1937 года приказом по Главному управлению кинематографии работы постановки фильма «Бижен Лук» были окончательно остановлены по причине формализма и усложненности языка картины. По другим сведениям, с формулировкой ввиду ее антихудожественности и явной политической несостоятельности. Фильм считается утраченным. Единственный экземпляр «Бижена Луга», по легенде, исчез во время Великой Отечественной войны в эвакуации. Однако монтажер фильма «Эсфильтобак» сохранила срезки кадров. От фильма также остались 8 метров кинопленки, режиссерские сценарии в двух вариантах и множество разработок, заметок и рисунков. Спустя почти 30 лет, в 1967 году, научный сотрудник Госфильма фонда Наум Клейман и режиссер Сергей Юткевич смонтировали по срезкам «Бижена Луга» фотофильм на 35 минут, в котором восстановили ход действия и основные эпизоды первого и второго авторских вариантов кинокартины. После решения Полинбюро, после 18 мая 1937 года, Эйзенштейну поступило предложение от директора Мосфильма Соколовской «Снять историческую картину». Из предложенных исторических тем – Минна Пожарский, Иван Сусанин и Александр Невский. Режиссер выбрал Александра Невского. Это был государственный заказ. Эйзенштейн написал сценарий и поставил фильм. Автор собрал первоклассный актерский состав. Прежде всего, это исполнитель главной роли Николай Черкасов, который потом продолжил работу с режиссером и Иванису Грозному. А в 1938 году, после выхода фильма «Александр Невский», Эйзенштейну присудили орден Ленина и ученую степень доктора искусствоведения. Диссертацию режиссер не писал и не защищал. Александр Невский вышел на экран 1 декабря 1938 года и заслужил всенародное признание. В 1942 по случаю 700-летия рядового побоища был выпущен плакат со словами Сталина. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков. В октябре 1940 года Сергей Эйзенштейн был назначен художественным руководителем киностудии Мосфильм. Началась Великая Отечественная война. 27 июня Эйзенштейн опубликовал в газете кино статью «Диктатор» фирм Чарли Чаплина о фильме «Великий диктатор». 3 июля он выставил по радио для Соединенных Штатов с речью об отечественной войне советского народа. 8 июля в газете кино была опубликована его статья со Сталином к победе. 11 июля газета московского военного округа «Красный войн» опубликовала статью режиссера «Фашистские зверства» на экране о военных выпусках немецкой кинохроники студии Уфа. 19 июля в газете «Красный флот» вышла заметка Эйзенштейна «Громите, сокрушайте подлых захватчиков». Режиссер был включен в состав предколлегии по выпуску боевых киносборников. Выступил на мосфильме с докладом и на совещании, посвященном оборонной кинновели. В октябре 1942 года вместе с киностудией мосфильм Эйзенштейн был отправлен в эвакуацию в Алма-Ату. Там в апреле 1943 года начались съемки кинопеки «Иван Грозный». Противоречивая фигура Ивана IV, с его прогрессивными устремлениями к объединению русских земель, присоединению Казани, к выходу в Балтику, но и с его чудовищной жестокостью, жутким одиночеством и мучительными сомнениями, были изображены Эйзенштейном и актером Николаем Черкасовым с редкостной силой. Операторами фильма были Эдуард Тесе и Андрей Москвин. 26 июля 1944 года Эйзенштейн возвратился из Алматы в Москву. Первая серия Ивана Грозного вышла на экраны в январе 1945 года и получила единодушное признание зрителей и критики и в Советском Союзе, и за рубежом. За этот фильм Эйзенштейн получил Сталинскую премию первой степени, а на Лакармском международном кинофестивале фильм был отмечен в жюри за лучшую операторскую работу. Вторая серия ставила проблемы трагедии власти и одиночества. Этот фильм Эйзенштейном не был доснят, но потом он был восстановлен на масс-фильме в 1987 году. Работа стала последней. Сергей Эйзенштейн умер от сердечного приступа в ночь с 10 на 11 февраля 1948 года во время работы над статьей «Цветовое кино». Режиссер не успел воплотить в жизнь и половину задуманного. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Благодаря жене Перл Моисеевне Пагельман, советской журналистке, переводчице, кинокритику, редактору, режиссеру документального кино, сценический псевдоним Пиро Аташева, был сохранен архив Сергея Эйзенштейна. С 1964 по 1971 годы в издательство «Искусство» вышел шеститомник избранных произведений режиссера. В 1965 году по завещанию Пиро Аташевой, передавшей Союзу кинематографистов СССР коллекцию книг, документов, личных вещей режиссера, ранее хранившихся в квартире родителей Аташевой на Гогольском бульваре, был создан научно-мемориальный кабинет – музей Сергея Эйзенштейна в двухкомнатной квартире на Смоленской. В декабре 2018 года кабинет был перенесен на ВДНХ. В Риге и в Москве есть улицы, названные в честь Эйзенштейна. Были выпущены юбилейные монеты, марки. Сергей Эйзенштейн навсегда вошел в историю мирового кинематографа. Фильмы режиссера до сих пор используются в качестве наглядного пособия при обучении современных деятелей кино.